Да можно, да. Я, конечно, занимаюсь здесь одномерной, но вообще, конечно, можно и нужно. В вашей формуле про определитель второй вариации, там имеется то же, что определитель второй вариации равняется определителю некоторой матрицы Q, нормированной в гаммах. Вот в обычной стандартной формуле Хилла в качестве этой матрицы Q выступает матрица монодрамии для периодического решения, а вот в матрице Q, которую вы пишете, у нее есть какой-то смысл? Да, конечно. Да, конечно, конечно. Собственно, почему эту формула и как бы я стал ее искать? Ну, я говорил, что я дал ГЭОС от Хиллахоня. Дело в том, что, значит, у нас есть уравнение, есть условие ЕКОБИ, да, которое нам дает условие, когда ядро ненулевое во второй вариации с сопряженной точкой, когда во второй вариации ненулевое ядро. Так вот эта матрица, это как раз и есть условие ЕКОБИ. Значит, она равна нулю ровно тогда, когда, когда и вторая вариация, где определитель равен нулю. Собственно, от этого отталкиваешься. Это, конечно, вторая вариация этой матрицы. Если бы они были многочленными, да еще бы кратности нулей были бы. Ну, в общем, от этого, собственно, и начинаешь. Если совершенно универсальное соотношение между двумя объектами, один вырождается и другой вырождается, то можно попробовать найти, как в случае Хилла, найти выражение, которое просто связывает один с другим, и когда они не вырождаются, как число. Ну и вот, ну вот эта часть работы, которую я даже успел немножко рассказать про существование просто этого определителя, а вторая половина, вот эта связь, вот эта связь. Как вы это делаете? Поскольку у вас выражение, вырождаются они одновременно, это универсальная вещь, всегда. Вы берете, вы берете какое-то одноприиметрическое семейство, с параметром, правда, комплексным уже надо. Но это ничего страшного, поскольку мы решаем линейные уравнения, они с комплексными коэффициентами также решаются. И у вас получается уже вы сравниваете две целые функции, которые имеют одинаковые нули. А это уже не так далеко. Если вы еще, тут правда не очевидно доказать, что это кратность одна и та же, надо некоторые трюки использовать, чтобы кратность нули, одна и та же, но вы в это уже верите, потому что у вас соотношение универсальное. Это удается доказать. Если еще, еще вы можете оценить эту функцию целую, которая возникает, потому что она получается из решения дифура, для которого есть оценки решений. После чего вы применяете, вот спасибо за вопрос, я даже остаток, так сказать, доказать, что быстро-быстро рассказал, применяете там диарему Адамара, я говорю, что это 20-е годы, и Штурм-Любель, асимптотика спектра, наверное, из задачи, и диарему Адамара, которая вам представляет, характеризует целые функции с данными нулями, с комплексным англибсом, и все, и все, и все получается. Все-таки вторая вариация возникает в связи с условием Якоби, в некоторых случаях она выступает как необходимое условие, в некоторых усиленное, так сказать, условие, достаточное условие, но вот это условие Якоби именно к задачам оптимального управления редко применяется, потому что там нет соответствующей гладкости. Вот, у меня вопрос, вот, что вы, так сказать, здесь можете, как мы можем здесь ваши результаты с точки зрения вот возможности, доказательства, необходимости или достаточности для задач оптимального управления применить? Да, значит, да, это я очень много занимал, это не имеет отношения к этому, здесь все очень регулярно, это просто вот формула, когда все регулярно, это немножко другое, я очень много этим действительно занимался, и сейчас как-то все тут и тоже, с моим аспирантом Ваней Бесчастным, пишем большую работу, как определить поля Якоби в общей задаче оптимального управления. Когда эти поля Якоби, они вообще говоря, разрывные, но тем не менее, все можно сделать. По крайней мере, необходимые условия, можно написать очень точный ИПУ, только для очень славного смысла. Но в каком смысле всегда можно определить? В целом смысле в том, что мы доказываем оптимальность по отношению к достаточно точным, точным, по параметрическому там оптимальности, или там точным, с этим возможным вариациям. Вот.